Телеканал КРТ представляет Конкретно в Украине, когда хотели купить предприятие по производству двигателей «Моторсич», тогда Америка просто заблокировала покупку предприятия, чтобы интеллектуальная собственность, разработанная тогда еще в Советском Союзе, не утекла в Китай. То есть идет на самом деле такая война за технологии и за технологическое преимущество для того, чтобы саккумулировать максимальные технологии и не дать оппоненту развиваться. Вы все правильно говорите. С их точки зрения, именно в этом они видят свое будущее, что они смогут перетащить самые передовые технологии и за счет этого дальше быть лидерами мира. Кстати, в ходе вот этих волн пандемии, естественно, они стремятся установить новый баланс государств, баланс лидеров, куда, естественно, при том, что происходит на Украине и в России, эти страны не попадут. Но, тем не менее, вот в чем ошибка тех, кто надеется, что за счет новых технологий они выскочат вперед? Естественно, они будут выскакивать только по отношению к тем странам, как наши, которые ничем не занимаются, продолжают, открыв рот, ждать нарисованные валюты. Конечно, за счет этих стран они будут идти вперед. Но, с другой стороны, с точки зрения роста уровня жизни в этих странах у них тоже не получится. Потому что развивая передовые технологии, это не значит, что эти технологии заработают на улучшение жизни людей. Более того, они заработают на рост безработицы, и они будут надеяться, что будут людям, которых будут выкидывать на улицу, причем в массовом порядке, они будут платить некий бот, какой-то денежный доход, позволяющий им выживать. Но вы мне извините, что это будет за жизнь, когда люди будут просто получать пособия, и больше ничего. Зачем жизнь такая людям, которые хотят себя реализовать как личности в процессе некой трудовой деятельности? Поэтому то, что они говорят, на самом деле, знаете, в чем проблема? Индустриализация как таковая, она была первая в конце 18 века, когда появились первые машины, и вместе с машинами пришел капитализм как более эффективный строй по сравнению с феодализмом. Это была первая промышленная революция, когда правящему классу стало понятно, что им не нужны крепостные, гораздо более продуктивно иметь свободный рынок труда, где они будут покупать рабочую силу и выжимать, благодаря высокой эксплуатации, которая дает возможность машины создавать дополнительный перебавочный продукт. И поэтому поменялся и строй. Феодализм сменился на капитализм вместе с приходом вот этой первой индустриализации. Что же касается сегодня, никакая индустриализация уже не поможет. Машина как таковая свою роль сыграла при переходе от феодализма к капитализму. Сегодня идет речь о второй промышленной революции, именно второй, которая должна быть связана с изменением социального строя. И выход из глобального кризиса сегодня невозможен ни для кого, если мы будем надеяться просто на каких-то новых роботов, какие-то технические внедрения. Здесь уже вопрос стоит, вот именно вот этот глобальный кризис, мирный выход, предполагает координацию деятельности производителей, крупных производителей, для того, чтобы они гармонично способствовали выпуску продукта, нужного людям. Это то же самое, если мы хотим, чтобы самолет взлетел, нам нужно пропорционально создать все его необходимые части, и только тогда вместе, когда это все в правильных пропорциях, он взлетит. Так вот, это очень сложная проблема, планирование координации взаимосвязи производителей в нужном направлении. И вручную уже даже мечтать о том, что это можно сделать, это невозможно. Даже Советский Союз, он же уже поплыл, что он не мог план перевести на автоматизированную основу. И вот эта задача перевода управления экономикой на автоматизацию, причем должна быть в основе лежать соответствующее программное обеспечение, основанное на экономико-математической модели, работающей в интересах роста уровня богостояния граждан, вот только в этом случае возможен выход из нынешнего глобального кризиса. Все остальное могут делать что угодно, глобальный кризис продолжится, и, конечно, если мы, Украина и Россия продолжим наше поведение такое, как сегодня мы имеем, то наши страны просто исчезнут с карты Земли, потому что бремя глобального кризиса, пока тот мир будет искать выход, они переложат на вот эти страны. Выход только в один, переход на автоматизацию управления экономикой, в основе которого будет лежать такая динамическая модель междусового баланса, которая представляет собой систему алгоритмов выстраивания производственных связей в режиме реального времени с обратной связью, то есть чисто кибернетическая модель управления экономикой. В этом и смысл данной революции, которая сегодня началась, она будет продолжаться до тех пор, вообще, в принципе, глобальный кризис будет продолжаться до тех пор, пока мир постепенно не перейдет на новую систему управления экономикой, которая и даст рост общественной производительности труда. Все остальное, новые технологии как таковые, они не встраиваются в существующие цепочки, они не способны дать полную занятость, которая необходима, они не способны, обратите внимание, спасать экологию, она будет только ухудшаться, потому что каждый работает на собственный мотив прибыль, не интересуется другими, и без вот такого, без такой солидарности, без такой гармоничной деятельности всех крупных производителей мир продолжит свое падение вниз. Но я бы рекомендовала Украине и России, Белоруссии, вообще странам СНГ как можно скорее переходить на новый механизм управления экономикой, уже на новой, принципиально новой кибернетической основе. И более того, я хочу сказать, именно вот такой план, он и есть цифровая технология, единственная, которая в мире конструирует лучшее будущее для людей. Все остальные цифровые технологии нацелены на то, чтобы мир двигался в сторону крепостного, по сути дела, права, дальше к рабству и вообще к тотайному хаосу, как это было в первобытном строе. Недаром и говорят, я не знаю, насколько это правда или нет, что цивилизация уже не первый раз живет. Ну и нашим странам для того, чтобы, поскольку угроза исчезновения очень высока, надо быстрее скоординировать наши действия.